Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Анна Бережная. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Выбор есть. Как проходит приемная кампания в узах дальневосточной столицы? Я не знаю, на какую специальность я хочу поступать. Буду поступать намного. Сироты получают жилье. Во Владивостоке вручили ключи от второй квартиры из 23. Я очень благодарна администрации за эту возможность. Это представление мне жилья, что есть где заводить семью, жить. Миллион рублей на просветительские цели. Школы Владивостока поборолись за гранты. На этот конкурс образовательные учреждения представляют свои проекты деятельности. Также в выпуске на месте рынка на спортивной планируют построить торгово-развлекательный комплекс. И еще расскажем. Йогой для беременных и экскурсиями в роддомах отметят День семьи, любви и верности в Приморье. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Антициклон, который активизируется после 5 июля, в конце первой декады месяца охватит своим влиянием территорию Приморья и часть Китая и будет уверенно удерживать этот плацдарм вплоть до 10 июля, обещают синоптики. Это означает, что в этот период времени основные дожди, скорее всего, будут выпадать над территорией Китая и до Приморья не доходить. Однако и того, что уже пролилось на Приморье, оказалось достаточно для локальных подтоплений. Пострадал партизанский район, а сегодня появилось видео о серьезном потопе в Аврангеле. При этом местные жители отмечают, причина подтопления скорее не в разгуре стихии, а в отсутствии нормальной ливневки. На реках края проходят маломощные дождевые паводки. Верность большинства рек края близка и до 30% выше нормы. И только водность отдельных рек в северных и западных районах превышает средние многолетние значения в два раза. 7-8 июля освободятся от подтопления низкие поймы рек в Ханкайском и пограничном районах. Опасных гидрологических явлений не ожидается. Завершено расследование по резонансному уголовному делу, возбужденному после того, как в школе Большого Камня родители устроили самосуд над пятиклассником. Жителю города предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». По версии следствия, 20 февраля обвиняемый силой вывел 12-летнего ученика из класса, принудительно привел его в мужской туалет, а затем несколько раз ударил ребенка и пытался окунуть его головой в унитаз, несмотря на то, что мальчик сопротивлялся. У школьника зафиксировали сотрясение мозга и синяки. Мотивом совершения преступления стала неподтвержденная информация о ненадлежащем поведении потерпевшего среди сверстников, говорится в сообщении Следственного комитета. В ходе расследования уголовного дела допросили 14 подростков. 12 сотрудников школы провели 5 судебных экспертиз, изучили запись с камер видеонаблюдения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. На месте закрывшегося рынка на Спортивной планируют построить торгово-развлекательный комплекс. На официальном сайте одной из строительных компаний указано, что здание должно быть возведено в районе улицы Спортивная 1В. Это один из адресов, на который по решению суда был наложен запрет. Площадь комплекса составит около 35 тысяч квадратных метров. Разрабатывается проектная и рабочая документации. Работа, судя по данным официального сайта застройщика, продлится до октября текущего года. Кроме того, на сайте сказано, что комплекс дополнят парковые зоны. Судя по иллюстрациям, на месте останутся Кристалл, Виктория и другие крытые торговые центры. Возможно, их немного модернизируют и обновят. Самое серьезное изменение произойдет с рядами рынка, расположенными по центру территории, где продают одежду, вещи, продукты и находятся китайские кафе. Их снесут и построят большое здание торгово-развлекательного комплекса. В июне именно в этой части рынка нашли нарушение пожарной безопасности. По решению суда ряды закрыты до августа. К другим темам. Сегодня в России в разгаре приемная кампания. Абитуриенты выбирают вузы для получения дальнейшего образования. В этом отношении Владивосток – находка для любого выпускника, желающего войти во взрослую жизнь с дипломом. В дальневосточной столице абитуриенты могут поступить в 9 вузов, в том числе в крупнейшие из них – ДВФУ, а также более специализированные, но не менее популярные – Тихоокеанский медицинский университет и МГУ имени адмирала Геннадия Невельского. Подробнее о ходе приемной кампании в сюжете моего коллеги Евгения Черемухина. В разгар лета школьники помладше отдыхают на долгожданных каникулах, а вот выпускники, почти шагнувшие во взрослую жизнь, выбирают в эти дни будущую «Альма-Матер». Уже две недели вузы Владивостока ведут приемные кампании, а это, к слову, 9 высших учебных заведений. Съемочная группа 8-го посетила главные вузы дальневосточной столицы. Секретари комиссии в ГУЭС поделились с нами кое-какими ожиданиями и цифрами. Начали, как всегда, с количества бюджетных мест. В этом году мы должны принять 1300 человек в университет. Сейчас подано уже более 3500 заявлений. Очень хорошо идет приемная кампания. Интерес в ГУЭС не ослабевает год от года. По-прежнему востребована экономика, востребованы специальности, связанные с развитием информационных технологий, дизайн. Руководство вуза отмечает, что географический охват абитуриентов огромен. Год от года сюда поступают студенты со всего Дальнего Востока, а также иностранные студенты из Китая, Кореи, Грузии и Узбекистана, а также Лаоса. Несмотря на раннее утро и будний день, будущие студенты в ГУЭС постоянно курсировали между стендами разных кафедр. Нам удалось побеседовать с абитуриентами. Собираюсь поступать на экономику и бизнес-информатику. Я не знаю, на какую специальность я хочу поступать, и буду поступать на много. На специальность телевидения я надеюсь в университете получить все те знания, которые мне необходимы для работы, для будущего года. А вот вдаль Рыбту студенты поступают в основном из Приморья. Однако этот университет обучает студентов по специальностям, исторически и экономически востребованным в нашем крае. Судоводители, логисты и специалисты по добыче водных ресурсов. Для Портового Владивостока это всегда актуально. В этом году у нас на программы бакалавриата и специалитета на очную форму обучения выделено 410 бюджетных мест, на заочную – 210. Идет активная работа по приему документов. Основная часть документов подается по электронной почте. Но внизу у нас работает консультационный пункт, где представители кафедры ответят на все интересующие абитуриентов вопросы. Без сомнения, Владивосток – точка притяжения для желающих грызть гранит науки. Вузы в столице Дальнего Востока – самых разных профилей и калибров. Настоящим гигантом среди них, конечно, остается ДВФУ. Крупнейший университет региона выделил для приемной комиссии сразу два зала в здании школы биомедицины. Пока сотрудники и волонтеры вуза вежливо беседовали с абитуриентами, мы узнали о ходе кампаний у ответственных лиц. Велевосточный федеральный университет распахнул свои двери в этом году. Для уровня образования бакалавриата и специалитета мы предлагаем порядка 2000 бюджетных мест. Сильных изменений по процедурам подачи документов в университеты в этом году нет, поэтому абитуриенты примерно понимают, что как все происходит по тем же механизмам, что и в прошлом году. Охват специальностей в ДВФУ действительно огромен. Как говорят в приемной комиссии, от теологии до ракетостроения. В ДВФУ есть буквально все представленные на рынке труда сферы. Однако есть во Владивостоке вузы, пусть и более специализированные, но не менее популярные. Вот и в Морском государственном университете тоже кипит приемка. Главное соперничество здесь между будущими студентами и курсантами. Ведь последними быть, говорят, очень уж престижно. Именно курсанты МГУ проходят так называемые 12 месяцев оморячивания. Дважды по полгода будущие судоводители из Тормехи проведут на трехмачтовом паруснике. Речь идет, конечно, о надежде. Однако сначала для этого нужно поступить. Как всегда, самая популярная специальность у нас в настоящее время – это судовождение. Наибольшее количество заявлений подано именно на эту специальность. Всего в 2019 году у нас выделено около 900 бюджетных мест. На программу среднего образования у нас выделено около 600 бюджетных мест. Ну и большой конкурс у нас в Морском колледже, в Морском технологическом колледже. Стоит отметить, что суммарное количество бюджетников в МГУ имени Невельского лишь на 500 единиц меньше, чем у крупного ДВФУ. Это прямо говорит о том, что государству моряки точно нужны. У нас большое количество абитуриентов поступает из других регионов. Это обусловлено тем, что при обучении на курсантских специальностях им предоставляется бесплатное проживание, питание, обмундирование и плюс еще военная кафедра. Кроме ДВФУ и МГУ имени Невельского, ВУЭСа для РЭПТУЗа во Владивостоке распахнули свои двери и Тихоокеанский медицинский государственный институт, институт искусств, таможенная академия и другие. Сейчас рано говорить о результатах приемной кампании, однако кое-какие выводы сделать уже можно. И самый главный из них – высшее образование, судя по активности абитуриентов, не теряет своей актуальности. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. А вот средние школы Владивостока на этой неделе боролись за гранты, представив свои образовательные проекты. Среди отличившихся известная по нашумевшему последнему звонку школа номер 74. Несмотря на явных фаворитов в борьбе за школьные гранты, победителей пока не называли. Подробности в следующем материале. Образовательные программы для современных российских школ – одна из важнейших движущих сил, приводящая в движение умы любознательных мальчишек и девчонок. Однако для реализации свежих и полезных идей нужны не только кадры и инициатива, но и деньги. На специальном конкурсе грантов Владивостокские школы представили свои программы по улучшению качества просвещения подрастающего поколения. На этот конкурс образовательные учреждения представляют свои проекты деятельности. И если этот проект деятельности является в результате конкурса победителем, то на его реализацию образовательные учреждения получают 1 миллион рублей. Конкурс на получение грантов проходит не первый год. С 2016-го он был только для школ, с прошлого года и для дошкольных учреждений и учреждений доп. образования. В этом году количество участников перевалило за три десятка. Само соревнование состоит из двух этапов – непосредственно представление и защита самого проекта. Тема большинства проектов – повышение квалификации, улучшение образовательной инфраструктуры. Получив миллион, администрация образовательного учреждения, педагоги, то есть те, кто был в рабочей группе по созданию этого проекта, они используют эти деньги как на повышение квалификации своих педагогов для того, чтобы образование было более качественным, так и для того, чтобы школа или детский стад стали современной материально-технической базой. Всего по итогам так называемого обычного этапа школы представили 13 проектов. Среди участников отличилась 74-я школа. Учреждение с углубленным изучением предметов эстетического цикла хочет увеличить количество мультимедийного оборудования в стенах школы. И это, уверены педагоги, поможет ученикам более качественно усваивать материал. На данный момент победители конкурса грантов еще не определены. Их отберет компетентный жюри, в который входят представители администрации и Думы Владивостока, а также опытные педагоги и журналисты. Итоги конкурса торжественно подведут в августе. Евгений Черемухин, новости на восьмом. И в продолжение учебной темы. Нет смартфона в школе. О необходимости полного запрета мобильных телефонов в школах заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее предложению с гаджетами за порог учебного заведения учеников не должны пускать к первому сентября. Сенатор утверждает, если ребенок придет в школу с телефоном, то вместо того, чтобы учиться, он будет под партой читать и смотреть. Спикер Совета Федерации попросила главу Роспотребнадзора Анну Попову разработать предложение об ограничении использования мобильных в школе в течение месяца, уточнив, что смартфоны нужно не изымать у детей в школе, а запретить их приносить. Это связано с тем, что в школах нет условий для хранения телефонов, а гаджеты у детей сейчас недешевые. Инициативу сенатора поддержала вице-премьер Татьяна Голикова. Она согласна, что использование телефона в школе нужно регламентировать, но она против того, чтобы запрещать гаджеты полностью. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой Сироты получают жилье во Владивостоке вручили ключи от второй квартиры из 23-х. Показатель рождаемости регрессировал в крае за текущие полгода. Приморцев становится меньше. На спортивной набережной Владивостока начинается ремонт. Сегодня с вами я, Анна Бережная, и мы продолжаем. Сироты получают жилье во Владивостоке вручили ключи от второй квартиры из 23-х. Показатель рождаемости регрессировал в крае за текущие полгода. Приморцев становится меньше. На спортивной набережной Владивостока начинается ремонт. В канун Всероссийского дня семьи, любви и верности специалисты подвели некоторые статистические итоги. Так, с начала года в Приморском крае зарегистрировали более 5000 брачных союзов. В аналогичный период прошлого года эта цифра была выше. Непосредственно в праздник семьи, любви и верности, который традиционно проходит 8 июля, желание заключить брак изъявила только одна пара из Красноармейского района Приморья. В этом году этот день выпадает на понедельник. В предпраздничный период с 5 по 7 число штамп в паспорт также получат почти 300 пар из разных муниципалитетов региона. Регрессировал и показатель рождаемости за текущие полгода. Всего на свет с января по июль появилось 8 990 малышей. Специалист добавила, что на протяжении уже 9 лет самым популярным именем среди новорожденных мальчиков остается Артем, а девочек – Софья. Также большой популярностью пользуются имена Александр, Михаил, Максим, Виктория, Алиса и Мария. Но при этом рождаемость в крае по-прежнему ниже уровня смертности в регионе, то есть приморцев неуклонно становится меньше. Йогой для беременных и экскурсиями в роддомах отметят День семьи, любви и верности в Приморье. Праздничные мероприятия пройдут в родильных домах и женских консультациях. Приморский краевой перинатальный центр приглашает жителей и гостей края 8 июля к 10.30. Здесь будущие родители смогут задать интересующие их вопросы ведущим акушером-гинекологом центра. Также в программе познавательная лекция и мастер-класс по йоге для беременных. Еще одна из главных площадок Дня семьи в Приморье – Владивостокский клинический родильный дом номер 3. В 14.00 сюда приглашают супружеские пары, которые готовятся в этом году стать родителями. Вход свободный для всех желающих. Отметим, в этом году в городах Приморья пройдет более 130 мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, а 75 семейных пар края наградят медалями за любовь и верность. Вторую квартиру по программе предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, передали во Владивостоке. Ее обладательницей стала студентка второго курса ДВФУ Полина Назарова. Напомним, в этом году полномочия по приобретению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, перешли от краевой администрации муниципалитетом. Летом власти Владивостока планируют выдать по программе еще 21 квартиру. На все приобретаемое жилье городу из краевого бюджета выделено более 80 миллионов рублей. Подробности в материале Светланы Садовой. С лица миниатюрной студентки второго курса ДВФУ Полины Назаровой нисходит радостная улыбка. Девушка стала обладательницей небольшого, но зато собственного дома. Во Владивостоке передали вторую квартиру по программе предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Ключи от однокомнатной квартиры в одном из домов поселка Трудовое 20-летней девушке вручил заместитель главы администрации Владивостока Тарас Фищук. Поздравляю вас с этим торжественным событием. Вручаю вам договор. Спасибо. Вот ваши ключи. Для передачи детям-сиротам во Владивостоке готовят еще 21 квартиру. К ним предъявляются жесткие требования. Многоквартирный жилой дом, в котором расположено помещение, должен быть построен не ранее 1960 года, а общая площадь жилья не может быть менее 30 квадратных метров. Квартира Полины Назаровой полностью соответствует всем критериям. Я очень благодарна администрации за эту возможность, предоставление мне жилья, что есть где теперь заводить семью, жить. Ход ремонтных работ в квартирах контролирует лично глава города Олег Гуменюк. На днях мэр провел два выездных совещания и совместно с председателем Думы города и депутатами осмотрел квартиры в Советском, Первореченском и Первомайском районах. Первым объектом осмотра стала однокомнатная квартира на улице Карьерной. Специалисты подрядной организации «Спецжилфонд» уже наклеили здесь обои, потолочную плитку, постелили линолеум и укрепили плинтус. Квартира полностью соответствует требованиям технического задания к приобретаемым жилым помещениям. Однако Олег Гуменюк высказал несколько замечаний. Две следующих квартиры на улицах Фадеева и Калинина оставили приятные впечатления. Жилые помещения соответствуют всем требованиям. До конца месяца подрядчики завершат все ремонтные работы. Несколько квартир расположены в Советском районе. На улицах Чичерина, 50 лет Октября и Грибоедова. Ремонтные работы здесь еще не завершены. Все вынесенные в ходе рабочего совещания замечания подрядные организации обещают учесть. Светлана Садовая, Новости на Восьмом. На спортивной набережной Владивостока начинается ремонт. Им занимается компания «Элитстрой Альянс», которая стала победителем открытого аукциона. По заказу мэрии специалисты уже в ближайшие дни начнут ремонтировать подпорные стены. Первая в прибрежной полосе, вторая на участке от общественного туалета по направлению к Большому фонтану. Подрядчики уже приступили к завозу оборудования и материалов. Сначала им предстоит демонтировать старую плитку и убрать железобетонную лестницу. Подпорная стенка вдоль моря будет монолитной с рельефным рисунком. Рабочие сделают армированную бетонную заливку и смонтируют новую железобетонную лестницу. Вторая подпорная стена будет выполнена из монолитного железобетона. Ее облицуют новой плиткой. Кроме того, на набережной спортивной гавани уже ведут работы по восстановлению провалов на пешеходных зонах и облицовочной плитке на вертикальных поверхностях. Мы продолжаем рассказывать о том, что удивляло, радовало и шокировало пользователей интернета. Сегодня расскажем и покажем такси будущего, велосипедный затор в Альпах и новый флешмоб в сети, который привлек даже мировых звезд. Подробности в рубрике Дмитрия Беломестного в ТОП-5. Эта девушка не очередной профессиональный визажист. Она сочетает визаж с искусством. Результат получается невероятным. Художницу зовут Романи Джей Таллах. Она с детства увлечена мейкапом, но однажды решила пойти дальше и придумала несколько оригинальных способов. Интересно, что Романи Джей Таллах не использует красок, а только привычную косметику. Оптические иллюзии на ее лице настолько необычные, что приковывает к себе внимание. Рикки Сайрс устраивает уличные шоу, мимо которых невозможно пройти. Его главные герои – живые марионетки. Парень делает кукол своими руками из дерева и тканей. Рикки создал уже целую коллекцию персонажей. Сценарий для шоу он придумывает сам. Для него главное – поднять настроение прохожим. Рикки уверен – юмор избавляет людей от стрессов. Это новый прототип аэротакси. Оно может летать со скоростью 240 км в час. Такие машины пройдут испытания уже в 2020 году. От аэропорта до центра города они позволяют добраться за 10 минут. Главное – люди не будут стоять в пробках. Пассажирский мультикоптер создала компания «Белл», которая разрабатывает самолеты для армии США. Сервис должен появиться уже в 2023 году. Однако первые билеты на двоих будут стоить 3000 долларов. В социальных сетях набирает обороты новый челлендж – «Боттлкап». Цель флешмоба – точным ударом ноге открыть бутылку. «Боттлкап» заинтересовал даже звезд. Так, например, в эпичной битве сошлись Макгрегор и Стетхэм. Ирландец испепеляет бутылку взглядом и наносит сокрушительный удар. А Стетхэм в броске «Кобры» легким движением ноги сносит пробку с бутылки. Дмитрий Беломеснов. Новости на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Антициклон скоро зайдет на территорию края. Однако и того, что уже пролилось на Приморье, оказалось достаточно для локальных подтоплений. На месте закрывшегося рынка на «Спортивной» планируют построить торгово-развлекательный комплекс. По проекту здание должно быть возведено в районе улицы «Спортивная-1В». Сироты получают жилье. Во Владивостоке вручили ключи от второй квартиры из 23-х. Вузовская приемная компания абитуриентов полным ходом идет в Приморье. До дневосточной столицы абитуриенты могут поступить в 9 вузов. Миллион рублей на просветительские цели. Школы Владивостока на этой неделе боролись за гранты, представив свои образовательные проекты. Победителя еще не определили. На «Спортивной» набережной Владивостока начинается ремонт. В ближайшие дни специалисты начнут ремонтировать подпорные стены. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. У жителей Приморья есть немало возможностей увидеть самых разных представителей фауны региона. С животными можно пообщаться и в Приморском океанариуме, и в Приморском сафари-парке, и в зоопарке «Садгород». А то и вовсе встретить их на дорогах края. А на экзотических животных можно посмотреть во время цирковых представлений. Но вот, например, бегемоты даже для цирков очень редкие артисты. Эти животные являются уникальными с точки зрения дрессировки, поскольку практически не поддаются ей. Однако некоторым умельцам удается договориться даже с ними. Бегемота в цирке не только дрессируют, но и регулярно взвешивают. Специально для этого заказываются промышленные весы, которые способны выдержать до трех тонн нагрузки. На дрессированных бегемотов и на то, как их взвешивают, предлагаем посмотреть прямо сейчас, без комментариев. Сразу после прогноз погоды с вами была я, Набережная. Увидимся!